Продолжение следует... Слава богу, спустя месяц вышел великолепный ремейк Galactic Civilizations, блиставший еще в 1994 году на покойной ныне операционной системе Оз Пополам. Никаких революционных изменений в сиквеле авторы не планировали, а лишь собирались как следует поработать над ошибками и приукрасить геймплей парой-тройкой новых особенностей. И то правильно, зачем ломать то, что и так хорошо работает. Сценарий Galactic Civilization 2 Dreadlords, как и в первой части, крутится вокруг противостояния землян, пестующих торговлю и дипломатию, и агрессивных дренджинов, желающих подмять под себя всю галактику. Правда, в конфликт вмешивается третья сила – те самые Dreadlords, древние расы, находящиеся на высшей ступени развития. В незапамятные времена они загадочным образом исчезли из нашей галактики, но вдруг неожиданно вернулись из небытия. Полубоги, надо сказать, отличаются весьма скверным характером и собираются поработить более молодые цивилизации. Этой истории посвящена весьма продолжительная кампания Galactic Civilizations 2, в которой нам предлагают сыграть за землян. Но помимо неё, в игру включён и десяток различных сценариев – от стандартного противостояния на произвольных размерах карте до битвы богов, когда всем участникам с самого начала доступны все технологии. Впрочем, основополагающие принципы геймплея практически неизменны и для кампании, и для сценариев. Тебе придётся исследовать космическое пространство, заниматься микроменеджментом на планетах, проводить научные изыскания, заключать альянсы с другими цивилизациями и, конечно же, сражаться. Но обо всём по порядку. В сценариях ты сможешь задать размеры галактики, количество звёзд и аномалий, расу в отдельных случаях и даже поведение оппонентов и уровень искусственного интеллекта для каждого из противников. В кампании все эти настройки заранее предопределены сюжетом. Зато и там, и там ты волен выбрать эмблему, облик жителей и звездолётов, бонусы расы, политический строй и тому подобное. Возня с настройками может занять не один десяток минут, но здесь важно не попасть в просаг. Всё это так или иначе повлияет на игровой процесс. Стартуешь ты, как правило, имея в распоряжении одну-две планеты и скромную сумму денег, которая тает как дым. Конечно, экономическая модель игры предусматривает получение доходов, но налоговые поступления поначалу будут исчисляться копейками. Жители планеты раз-два и обчёлся, а деньги за туризм начнут капать гораздо позже, когда ты освоишь приличный кусок космического пространства. А вот расходы на первых порах чудовищные. Во-первых, нужно максимально быстро застроить свои планеты. На возведение заводов, научных лабораторий, рынков и прочих построек потребуются приличные ресурсы, как людские, так и материальные. А ведь жители, задавленные налогами и работой, могут начать бузить, что впоследствии чревато восстаниями и даже исходом народа на планеты конкурентов. Кстати, абсолютно такая же ситуация может возникнуть и в связи с перенаселением. Во-вторых, работа всех этих заводов и лабораторий чревата постоянными издержками. Ну и в-третьих, немало денег потребуется на звёздную экспансию. Из следования космического пространства отдельная история. Корабли-разведчики срываются со звёздных доков первыми. То тут, то там раскиданы аномалии. Если на судне есть исследовательский модуль, то осмотрев эти самые аномалии, ты получишь небольшую награду. С помощью кораблей-конструкторов можно возводить космические станции, дарующие бонусы находящимся поблизости планетам. Строить станции, в принципе, позволяется в любом месте межзвёздного пространства. Но лучше делать это на ресурсных точках. Наконец, колонизационные корабли могут правильно колонизировать никем не захваченные планеты. Осваивать новые миры нужно максимально быстро, конкуренты не спят. При этом не стоит забывать о научных исследованиях. По развесистости древа технологий, Galactic Civilizations 2, пожалуй, не уступает цивилизации Сида Майера. Нужно ли говорить, что технологическое лидерство способно принести тебе победу? Победу, в первую очередь, в вооружённом противостоянии. Во второй части появился великолепный конструктор кораблей, с помощью которого можно собрать неповторимую и красивую машину смерти. Выбираем корпус, ставим движок, орудие, защиту и специальные модули, желательно потехнологичнее и помощнее. Тюнингуем с помощью деталей разнообразных форм и расцветок, и вуаля, проект корабля готов. Остаётся его лишь построить или купить за приличную сумму в галактической валюте. Жаль только, в Galactic Civilizations нет тактических боёв, как в Master of Orion. Хотелось бы прикоснуться к этому великолепию. Космические сражения здесь происходят автоматически, на них можно лишь посмотреть с разных ракурсов. Наземные битвы при нападении на планету тоже схематичны. Всё, что от тебя требуется, это нажать кнопку атаки в нужный момент. Впрочем, чтобы победить в Galactic Civilizations 2, совсем не обязательно уничтожать под корень все остальные расы. Альтернативный вариант – заключить дипломатические соглашения с наиболее развитыми цивилизациями. Или, например, провести дорогостоящие научные исследования и одержать технологическую победу. Но не подумай, что ты легко одержишь верх в глобальной космической войне. Компьютерные оппоненты чрезвычайно коварны и дьявольски умны. Причём разработчики утверждают, что они не мухлюют, просто искусственный интеллект обучен наиболее эффективным стратегиям, используемым живыми игроками. Нужны примеры? Пожалуйста. То твой союзник помогает у тебя за спиной супостатам, снабжая их технологиями и деньгами, то безнадёжно проигрывающий противник вдруг сдаётся с потрохами, состоящие с ним в альянсе цивилизации, и вот ты уже озадаченно смотришь на пожаловавшие тебе в гости объединённые космические флотилии. Чтобы победить в этой игре, придётся здорово поломать голову. В довесок к сбалансированному и многовариантному геймплею прилагается симпатичный, хоть и не особо выдающийся движок. Да и музыка не подкачала, композиции весьма атмосферны. В общем, как ни крути, Galactic Civilizations 2 – одна из лучших на сегодняшний день глобальных пошаговых стратегий. Мы искренне благодарны разработчикам из Stardog за то, что они вдохнули новую жизнь в увядающий жанр.